Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня плановое занятие Университета Рабочих Корреспондентов. Тема лекции «Мораль и право. Классовые основания». Читает лекцию доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Это я. Вы разрешите мне, сидя, с учетом некоторых фитатов отсюда. Здравствуйте, уважаемые товарищи, еще раз. Да, и тема такая, в общем-то, стандартная. «Мораль и право». Я эту тему уже без малого полвека читаю в разных учебных заведениях. И вот сейчас уже в Академии Можайского, военно-космической. То есть она стандартная тема, причем интересно, в Военно-космической Академии Можайского эта тема, вот «Мораль и право», она как-то гипертрофирована по объему. Обычно в старые добрые наши советские времена я эту тему читал только буквально полчаса не отводилось. «Мораль и право» там – это в теме формы общественного сознания. Вот была такой разделчик маленький, небольшой. А вот удивительно, в Можайке это сейчас читается аж 4 часа. Я очень удивился, но, знаете, военно сверху спускают, никуда не денешься. Значит, вот какое-то особое такое внимание со стороны наших военных руководителей к этой теме. Ну, тема, конечно, заслуживает внимания не только со стороны военных руководителей, со стороны всех, собственно говоря, вот отношение к этим нормам морали и права, отношение к сущности морали и сущности права определяет отношение ко всему вообще в обществе, ко всему так или иначе. Вот через эту призму можно проследить все остальное. Ну, прежде чем, значит, у меня задача такая – определить понятие морали, права, а также кроме морали, этики и нравственности. Потому что вот эти три понятия – этика, нравственность и мораль – часто используются как синонимы, но неправомерно. Я постараюсь это доказать в вашем выступлении. Знаете, когда мы не точно определяем термин, дальше уже всякая теория решается своего логического основания. И начинаются такие сначала логические, а потом и существенные ошибки в идеологии, что никак нельзя допустить. Итак, значит, вот этика, что это такое? Этика вообще-то – это наука. Наука об отношениях между людьми. Но в каких отношениях? На каком основании эти отношения строятся? Вот у этики две центральные категории. Скажем, в философской антологии там несколько категорий, а у этики только два таких терминах категории. Это добро и зло. Значит, вот этика – это наука, философская, кстати, наука. Конечно, с самого начала она стала наукой философской. Термин этика, кстати, ввел в употребление Аристотель. И написал он такую работу под названием «Никоманова этика». Это Никоман – это был никто иной, как сын Аристотеля. Ну и вот по учению сыну он решил письменные сложения. По некоторым сведениям, это поучение в писемном даже виде изложено не пошло в пользу сыну. Что-то он там не придерживался тех принципов, которые Аристотель пытался ему так внушить. Он думал, что печатное слово мощнее воздействует на грамотного сына. Так вот, этика, таким образом, стала начала эта философская наука. О чём, я уже сказал, две центральные категории это уже достаточно хорошо представляет. А мораль тогда, что же такое мораль? А вот мораль, в отличие от этики, это форма общественного сознания. Вот этика – это наука. Она эту форму общественного сознания как-то описывает. Вот в двух основных категориях, но есть, конечно, и другие. Я так упростил, центральные категории – добро и зло. Есть и другие категории. А мораль – это вот форма общественного сознания, как в данную конкретную историческую эпоху данная социальная группа понимает, что такое добро, а что такое зло. Помните детские стихи Владимира Владимировича, но не Путина, а Маяковского. Крошка, сын к отцу пришёл и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, у Владимира Владимировича Маяковского там это очень наглядно всё показано, что такое хорошо и что такое плохо. И заметьте, там… Я не буду, конечно, подробно анализировать это произведение, оно для детей. Но там вот всё в картинках, можно сказать, обычно. Это богато иллюстрированная книжка. Вот там всё ясно, что такое хорошо и что такое плохо. А что касается вот, когда мы начинаем, так сказать, рассуждать и теоретизировать, что такое хорошо и что такое плохо, оказывается, всё не так просто. И в картинках даже и не представишь. Вот. Приходится брать не эмоционально, а рационально эти категории. Но я ещё одну, ещё один термин не произнёс, который, как я вначале сказал, от тождества такая, трёх терминов – этика, мораль и нравственность. Так вот, если мораль – это форма общественного сознания, которое на нас воздействует, на каждого из нас, и каким-то образом преломляется в нашем уже индивидуальном сознании, индивидуальное сознание, конечно, непрямой, так сказать, слепок с общественного сознания, а очень такой сложный, преформированный, и, так сказать, разные моменты общественного сознания очень по-разному отражаются в этом индивидуальном, фиксируются в этом индивидуальном сознании, и в том числе, конечно, вот эти категории морали, добро и зло. Очень по-разному. А от чего это зависит? Это зависит от того, и вот тут я перехожу на классовые моменты, относящиеся и к морали, но только тогда, когда появляется класса. И, конечно, это относится и не только к социуму, к которому подлежит тот или иной индивид человеческий, в котором вот это преломляется так или иначе вообще мораль, моральные какие-то нормы, которые ему предписываются обществом, а вот он принимает их или не принимает, понимает или не понимает, привратно, может, толкует или нет. Что-то там субъективное всегда есть. Да, есть. У нас мы от этой субъективности никогда не отходим. Ведь истина, она объективна по содержанию, но всегда субъективна по форме. Это касается и добра и зла. Так вот, я начал говорить о нравственности. Значит, нравственность – это уже наше индивидуальное, внутреннее понимание, некая такая духовная субстанция, но, конечно, не отделённая от материальной ни в коем случае, и производная от материальной, хотя и воздействующая обратно, мощное воздействие на это материальное. Но это вот те принципы, которые мы не вполне самостоятельно, но под воздействием предписаний общественной морали для себя выработали. Вот это преломление. Это нравственное чувство в большей степени, чем понимание. Вот если мы можем в этике вообще, мы рассуждаем, теоретизируем, устроим какие-то концепции. В морали у нас есть какие-то предписания, которые могут быть и записаны где-нибудь на скрижалях. Почему у нас до сих пор говорят о общечеловеческих каких-то принципах морали, которые написаны были на скрижалях, вот эти 10 заповедей знаменитых. Общечеловеческая. Но я сейчас этого коснусь. А вот нравственность – это вот как мы индивидуально это всё воспринимаем, предписания морали. Этику мы можем и не читать, и не Каманову, и никакую другую. А вот от морали мы никуда не денемся. Как говорится, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. Как мы эти предписания воспринимаем? Как преломляем себя? И чем мы руководствуемся, когда идём от своих каких-то выработанных, может быть, выстраданных нравственных принципов в общество? Общаемся с людьми просто-напросто. И вот чего мы тут придерживаемся? Каких внутренних таких убеждений? Вот эти убеждения внутренние, они даже не теоретизированы, они на уровне, я уже сказал, нравственных чувств в большей степени, чем мысли какие-то по этому поводу. Мы чувствуем, что нехорошо, вот так нехорошо будет. Нам стыдно, что мы так поступили. Наоборот, нам не стыдно от них. Мы горды собой, что мы так поступили. Это тоже нравственность работает в нас. Вот этот момент. Так что вот я развёл эти три понятия. Этика, наука. Мораль – это форма общественного сознания. Нравственность – это система таких наших ощущений. Ну и представлений. Представления, кстати, тоже относятся в области чувственного отражения мира. О том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро и зло. Теперь, когда начинается, вот я до права ещё не дошёл, так соединю историческое рассмотрение с логическим. С чего начинается-то у нас? С права или с морали? Ну, все присутствующие знают, что история общества начинается именно с морали. Права ещё не существует. И по данным современной антропологии человек насчитывает в возрасте человечества Homo sapiens около ста тысяч лет. По данным современным. Сто тысяч лет. Ещё недавно было поменьше. Два раза. А теперь сто тысяч лет. Мы придерживаемся такого. Это не случайно. Цифра взятая, потому что это вот... Из ста тысяч лет, вы понимаете, цивилизация и классовое общество, а цивилизация у нас отождествляется и исторически сопоставляется с классовым обществом как раз, существует для самых развитых цивилизаций и первых классовых формаций всего-навсего пять тысяч лет. Из этих ста тысяч лет. Из 95 тысяч лет. Это наиболее... Передовые 95 тысяч лет оставили первобытный общинный строй. Вот первобытный общинный строй это тот замечательный строй. Кстати, об этом прекрасно написано. И о становлении вот этих моральных принципов и о том, как право возникло, прекрасно написал Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности государства». Это работа просто о любви человеческой, об эволюции этой любви. И как эта любовь, оказывается, связана с какими-то общественными отношениями, производственными отношениями. Хотя нам кажется это смешным и даже оскорбительным. Когда мы говорим о чистой любви, ну какие там производственные отношения, какие там классовые моменты. Казалось бы, они там все это ломают перегородки. Но вот сегодня по радио, кстати, в этом разделе у нас есть такие маленькие рассказы о любви. Рассказывали о такой несчастной любви нашей царевны Ольги, ну старшей из царевен, из дочерей Николая Второго, да, и некого малоизвестного морского лейтенанта. Ну кончилась она печально, потому что лейтенант, конечно, никак не мог на царевне жениться. Вот вам классный момент, да. Хотя вот отношения у них были самые идиллические. И, в общем, много прекрасных чувств они друг друга испытали. Но вот это не могло кончиться ничем, потому что тут табу такое было, ну как, какой-то там лейтенант, пусть и дворянин, да. Это только в сказках у нас там, знаете, принцесса выходит за трубадора. Вот. А тут, за что там принцесса? Вы же знаете, у нас, в нашем нынешнем обществе, попробуйте-ка, да, переступить к некие классовые, такие, так сказать, ограничения вот в этом деле. Если там папа миллиардер, да, боже мой, за простолюдина, за какого-нибудь инженера, простого выдаст свою дочку, да никогда. Вот, ни за что. Вот тоже. Вот, трагедия. Ну, это я дошёл уже до нравственных моментов брака, да. Ну, вот не случайно Энгис даже назвал свою работу «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот как это всё вместе связано, да. «Семья, частная собственность». Хотя семья в первобытном обществе полигамия семейная возникла. Энгис объясняет это чисто экономическими, а не какими-то нравственными соображениями. Вот. А чисто экономическими. И вот тут мы видим, что нравственность, нравственное чувство и мораль, какие-то устои и предписания общественные по отношению к каждому гражданину, они как-то тянутся за экономическими отношениями, детерминируются ими. Хотя мы это часто не замечаем, как это вот происходит. Достаточно жёсткая детерминация вот этих отношений семейно-брачных, да. Вот полигамная семья такая, которая для нас сейчас представлялась бы абсолютно аморальным чем-то. Хотя сейчас-то, может быть, уже и не совсем аморальным, да. Ну, вы знаете, что такое полигамия, когда все мужчины племени принадлежали всем женщинам, и все женщины принадлежали всем мужчинам. И там не было различия, даже родственные связи, так сказать, вполне можно было родить от своего отца или от своего сына, и это не считалось, так сказать, каким-то безнравством. Вот так предписывала та невесёлая жизнь, которую вели наши далёкие предки, а мы все имеем там предков, все присутствующие, присутствующие, которые в этой тяжёлой жизни 95 тысяч лет боролись, выживали, давали жизнь своим детям, внукам. И вот мы теперь ответственны перед ними, чтобы нести эту линию жизни дальше. Так вот, тогда уже, конечно, чем регулировались отношения в этом первобытном коммунизме? Кстати, надо доказать, что это коммунизм. Вот как можно доказать? Очень просто. А потом от этого отталкиваться. Ну, три кита всякой формации общественно-экономической, по Марксу. Первый кит – это собственность на средства производства. Кому принадлежат средства производства? Первобытной общинной строительной частной собственности не было и не могло быть в силу очень низкой развитости техники, вот этих самых средств труда главных. Хотя производительной силой остаётся главный человек. Ну, вот какая техника? Ведь техника и делает человека человеком. Примитивная техника, примитивные отношения, и всё отсюда и следует. Производится только необходимый продукт, никакого прибавочного. Вот, если необходимый не произведён, а необходимый – это минимум, минимум для выживания. Если он не произведён, то племя вымирает. И вымирали тысячи племён вот на протяжении 95 тысяч лет. Мы счастливые наследники вот тех, кто выжил тогда. Ну, и какие там отношения, вот как складывались отношения на этом фоне? Общественное, собственно, на средства производства – это главный, конечно, краеугольный камень коммунистического общества. Второе – это, конечно, какие отношения, мы говорим отношения, а не вторичные, общественные отношения, производственные отношения. Как распределяются, общественное, собственно, тоже производственные отношения, я вернусь сюда, замечу. Но вот следующий момент. Как распределяется полученный продукт, буквально в смысле продукт, потому что что там производилось, кроме продукта питания и такой вот очень примитивной одежды, примитивного жилья. Как он распределяется? По коммунистическому принципу. Вот это ещё один краеугольный камень. Всякая общественно-экономическая информация, как идёт распределение. То есть распределение шло по потребностям, но потребности были мименизированы. Чуть меньше потребности, получив всё – голодная смерть. Это не просто потребность. Поделяется у нас, знаете, какие потребности у некоторых граждан. Тут у нас какого-то подмосковного главу района задержали. Так у него там больше тысячи объектов недвижимости арестовали. Квартиры, дома. Больше тысячи. Несколько миллиардов рублей. Это глава района. Вот вам явь. И что, он устыдился? Нет, не устыдился. От этого, что его взяли. Это норма. Вот классный характер морали. Забегаю. Ну, возвращаясь к первовыдной общинному устрою. Ну, и, наконец, значит, следующий, третий, кругольный камень. Вот. Как регулируется процесс жизни и производства, который связан неразрывно. Вот эти два процесса. Процесс производства материальных благ и процесс жизнеустройства всего. Особенно в первовыдном обществе. Как регулироваться? При помощи чего? Нет какого-то специального аппарата и не могого быть. Потому что невозможно было вызвать людей, которые бы занимались управлением. Вот. А, значит, значит, на чём строилась эта политика без политики? Политика-то начинается в государстве. То есть отношения, эти властные отношения какие-то были, властных как таковых не было. А отношения были, они строились на каких принципах? Общественное самоуправление. И это общественное самоуправление было связано с действием, ну вот, можно сказать, власть советов. Но не советов народных депутатов. Или избранников, как сейчас у нас народы, да. А советов старейшин, советов племён. И это была абсолютно демократически избираемая, абсолютно демократически сменяемая власть. И вот, и эти три Китая определяли и суть коммунистических отношений, и суть, конечно, и моральной регуляции. Внутри вот этого небольшого социума, то есть внутри племени. Да, вот такой небольшой элемент. Кстати, вот именно потому, что наши далёкие предки были объединены в такие небольшие социумы, как племя, численно небольшие, это определило ещё возможность вот этого самоуправления, постоянный, конечно, контроль на ряду. Попробуй-ка даже начальника района проконтролировать. Где он чего украл, какую взятку он получил. А тут все на ряду. Да и потом взятку-то невозможно дать, не из чего выделить какую-то взятку, уж подевать. Поэтому воровство просто невозможно. Просто невозможно красть нечего. И всё на веру. если украл, так это больной человек. Вот Энгис в происхождении семичастной собственности государства пишет на примере индейского иракевского рода, но Морган это описал, и Энгис воспользовался его трудами, как у них там строятся отношения. Что за чудо этот иракевский род, пишет Энгис. Без тюрем, без полиции, без какого-то принуждения. Люди живут, и общественно необходимый рабочий труд у них занимает меньше, чем у нас. Сейчас в Европе. Тогда, вы знаете, в Европе был 12-й, часовой рабочий день ещё маленький. А у них там 6 часов, там всего 5 часов. Остальное вот воспитание детей, совместный быт, досуг, замечательно всё. И никаких преступлений, он говорит, ну своровать вот в этом обществе, это быть больным, если ты своруешь. Просто-напросто больной человек. И вот этот внутренний цензор в виде вот нравственности, где высоко была, она сейчас у нас загнана внутрь, глубоко внутрь, так что мы сами себе не отдаём отчёт подчас вот в этом своём нравственном чувстве. Нам некогда. Нас давит это социум, общественно. А тогда вот это было внутреннее и внешнее настолько соединён. Настолько человек первобытный чувствовал себя не каким-то отдельным индивидом, выдающимся или не выдающимся, а вот неразрывной частью общества, что вот такие вот примеры. Вы знаете, мораль, форма регуляции отношений, тут есть какие-то наказания со стороны общественного мнения, а вот для первобытного строя вот этот внутренний цензор был даже больше воздействия оказывал на человека, чем это внешнее общественное мнение. Он сам себя казнил. Например, приводят уже другие исследователи случаи, когда в племени в Амазонии, в Бразилии. Там еще оставались это сведения начала еще прошлого века, там еще оставались эти племена, они там кстати и сейчас есть, но уже они совершенно испорчены цивилизацией, в первозданном виде не существует. И вот там один миссионер был свидетелем того, что кто-то из членов племени совершенно случайно съел мясо тотемного животного, то есть животного, которое считалось началом их рода. Вы знаете, у индейцев в Америке вообще я племя куницы, а ты племя кто там. Вот это тотем. кому поклоняется. И вот он съел случайно и потом это обнаружил. Так он скончался. Этот человек. Он настолько внутренне пережил. Вот не надо никаких внешних полиции. Он сам скончался. Конечно, это крайний случай. Может не все до этого болели, выживали. Вот он скончался. Он не мог принести этого внутреннего давления страны его нравственного этого чувства. Вот такая регуляция. Конечно, жизнь была скудна, тяжела и даже страшна. И продолжительность жизни об этом свидетельствует. Вы знаете, один из критериев прогресса социального. Какова продолжительность жизни? свидетельствует. Вот нам перед тем, как увеличить пенсионный возраст, все утвердили, что у нас резко подросла вот эта самая продолжительность жизни. Это вранье, конечно. Вот эта статистика, как Марк Твен говорил, высшая степень лжи, это статистика. Ну статистику, конечно, там очень легко подровнять под необходимый уровень. Так вот в первобытном строе, конечно, там средняя продолжительность была около 25 лет. То есть 25 лет это уже преклонный возраст. Вы знаете, что? А вот такие уже индивиды, это уже отсюда рождались легенды о Муфусаиле, который сам уже не помнил. То ли он 75 лет, то ли 750 лет прожил. Потому что летосчисление было. Тяжелая жизнь такая, конечно. Ну и это, конечно, бытие определяло сознание, нравственное сознание и мораль этого общества. Вот эта скудность жизни, вот это очень суровая такая скрупулезная регламентация буквально любого действия в этом коллективе. Любая твоя ошибка может привести к тому, что мы там зверя не загоним, оставим все племя без пищи, а это чревато вообще вымиранием, да, вот, и тут, конечно, никакого не было стража над ним, а вот страж, внутренний цензор, который появляется во взаимодействии с этим обществом постоянным, он вне общества все не мыслит, если изгнать его из общества, он тут же умирает без всякого не потому, что он с голоду умирает, а он умирает уже, вот этот опять же внутренний цензор его ложит, как он, может он там добудет себе какое-нибудь пропитание, может он охотник хороший, но вот изгнали его, было такое наказание нравственное, да, все это в общем человек пропадший, так же как муравей, вне муравейника, он не выживет, вот так же и первобытный человек, ну а современный этот человек выживет или нет, тоже, да, можно сказать, что не выживет, да и где он будет жить, везде частная собственность, куда я ступил, где этому Робинзону Крузо пояснился сейчас, уже островов нет, значит, вот мораль была единственным и единым регулятором отношений между людьми, и это продолжалось все 95 тысяч лет, повышается производительность труда за счет того, что совершенствуется орудие труда, наиболее производительное орудие начинается, вот там проходит медный век, когда уже используется и металл, еще сталь не выплавляет, конечно, это уже конец средневековья, вот, использование металла уже значительно продвинуло производительность труда, и вот, когда производительность труда превышает, это я вам марксистскую позицию в отношении, развития общества и развития, в том числе и морали, говорю, потому что не марксистская или антимарксистская бы сказала, что вот люди стали умнее, я вот студентов своих спрашивал, ну, почему вот так, 95 тысяч лет жили, жили, вот, а потом производительность труда поднялась резко, да, и совсем иные отношения стали между людьми, и появилась новый регулятор отношений права. Вот, они говорят, ну, поумнели люди, вот почему, вот, такое идеалистическое, поумнели, а до этого 95 тысяч лет, дураки дураками, дурак, мама дурочка, папа дурак, и, значит, все дочек, и доченька дураки, и чего ждать, и так 95 тысяч лет, потом, в конце концов, произошла мутация, в результате такие умные стали, вот, изменили, ну, конечно, это взгляд идеалистический, он, вот, как раз видит мистицизм, о котором мы вспоминали вначале, да, что, откуда, с чего это разум-то, да, откровение какое-то свыше, не зашло, и вот изобрел человек чего-то, нет, это вот, и в истории техники тоже постепенно, вот, микротехнические революции, ведь, проходили в обществе, на протяжении этих 95 тысяч лет достаточно, происходили достаточно часто, ну, там, вот, сначала, с чего начиналось, какие орудия труда, самые примитивные, это вот эти каменные скребки, каменный век, да, и ни к чему они не привязаны, потом догадались привязать к палке, вот вам уже каменный топор, это более производительное орудие труда, продвинулись, потом изобретение лука, стрел, ловчих сетей для ловри рыбы, да, и для ловри дичи, вот, это все продвижение, потом огонь, использование постоянного огня, и вот этот миф о Прометее всех народов, и сразу меняется отношение между людьми в связи с этим, с увеличением производительности, то есть, нельзя сказать, что вот там жили-жили 95 тысяч лет, и вот вообще никаких изменений, и такая мораль патриархальная, она все 95 тысяч лет властвовала не без всяких изменений, это абсурдный взгляд, конечно, она вещь, эволюция шла, эволюция шла, но эволюция это количественное изменение, но вот когда количественные изменения по известному дилектическому закону накапливаются, и доходят до границы меры, происходит революционный скачок, вот этот революционный скачок для наиболее продвинутых народов, а это можно и назвать каких народов, это древняя Индия, древний Китай, и древняя Греция, вот первые они были, интересно, Египет отстал, хотя они технически там даже опережали, а вот я сейчас этого не буду касаться, у меня более узкая тема, я так растекусь, и так растекся, и так, значит, вот постепенное, медленное, конечно, изменение, и мораль менялась, конечно, менялась, в более развитом обществе, даже еще и родоплеменное отношение, но мораль меняется, ведь моногамная семья, и вот Морган, и вслед за ним Энгельс показали, достаточно аргументированно, с ними сегодняшние антропологи не спорят, моногамная семья, вот это единобращие появляется именно в конце уже, но в конце этого первобытно-общинного общества, но еще ну не в раз, а не сразу появляются там вот классовые отношения, тут же моногамная семья, моногамная семья раньше появилась еще, классов нет, моногамная семья, стали наблюдать, стали действительно умнее, больше досуга появилось за счет производительности труда, человека уже окружали вещи в естественном происхождении, которых он не сомневался, это мой дом, вот я его сделал, или дед мой сделал, отец мой сделал, вот это мой топор, вот это там моя мотыга, вот это моя лошадь там и так далее, вот использование даже животных, насколько изменило человека, человеческое производство и тоже и мораль, вот, и постепенно менялись вот эти отношения, отношения, вот это же отношения не в сознании, полигамия сменилась моногамию, как пишет Энгельс, моногамию, конечно, вводит мужчина, почему он вводит, почему он вдруг заинтересован моногами, а потому что появляется вот этот прибавок, вот этот продукт дополнительный, помимо основного продукта, вот этого необходимого прибавочный продукт, появляется за счет производительности труда, и постепенно накапливается он в виде там обработанных участков земли, в виде каких-то ну, какой-то техники для обработки земли, для ведения, скажем, рыбной ловли или охоты, и вот это все накапливается, и мужчина заинтересован как главный работник, потому что вот эти все разговоры о матриархате, они сейчас начинают порицаться очень многими специалистами, был ли матриархат, или это миф, потому что мужчина по природе своей сильнее, выносливее, хотя и живет меньше женщины, и в силу этого он более производительный, а женщина в силу уже своей природы она должна заниматься чем она и занималась, даже в полигарной семье, чем детьми, там был целый детский сад, женщина не знала, это мой ребенок, мужчина тем более не знал, а вот когда надо было передать по наследству что-то накопленное тяжким трудом, вот тут мужчина, как главный производитель, да, был заинтересован, что он передать по наследству пишет не кому-нибудь не поймешь кому, а именно своему кровному наследнику, вот появляется кровное наследие, и появляется еще моральный устой, а не правовой, потом это правом закрепляется, и семейная моногамия, и вот это право наследования появляется, да, значит, вот тут опять экономические корни изменения морали, вот, и моногамная семья, ну и Энбис пишет, что моногамная семья, это было всемирно-историческое закрепощение женского пола, потому что мужчина остался полигамент де-факто, а не де-юра, даже когда эта моногамная семья была закреплена юридически, вот, и вот тут, значит, мы подходим как раз к этому моменту, когда общество, не отдельно взятый человек, социум стал производить устойчиво в 2-3 раза больше вот этого минимума, необходимого для того, чтобы просто выжить, тогда появляется товарообмен между племенами, да, а потом этот товарообмен превращается в торговлю достаточно устойчивую, потому что продукт этот прибавочный производится уже устойчиво за счет повышающейся производительности труда, и вот тут-то появляется необходимость введения денег специальных людей, которые бы считали, которые торговали, заметьте, вот когда купцы появляются, вот за счет этого всего, да, определенное сословие, которые ничего не производят, а торгуют тем, что произвели другие, а эти, которые произвели, они без них не могут обойтись, потому что они не могут заниматься одновременно и производством и сбытом полученной продукции, так сейчас, до сих пор, как вы знаете, да, и купцы иногда живут, и в большей части с самого начала жили лучше производители, сейчас лучше, да, купцы живут, не говорю о других там социальных таких средах, так вот, и тут вот появляется необходимость, необходимость, появляется необходимость и возможность создания управленческого аппарата, контрольного, надзорного, необходимость закрепления вот этих моральных каких-то устоев на бумаге, является письменность, заметьте, все вместе появляется, как бы не случайно, а вот это все органично связано, появляется, чтобы можно было вести учет какой-то, не в уме, там попробуй докажи потом, что я помню, что я тебе два мешка отдала, ты говоришь, что я, нет, ничего такого, ты один мне мешок отдал, зерна, вот, и начинается распри, да, значит, необходим какой-то надзорный орган, который, опять же, не будет ничего производить, будет только контролировать, и необходимы вот Энгис, опять же, в этом же произведении пишет, происхождение государства, необходимы были особые отряды вооруженные людей, которые бы не пахали, не сеяли, а только вот порядок наводили, и контролировали систему производства и распределения внутри общества, а распределение пошло в чью пользу, конечно, кто больше имеет средства производства, тот получает и больше этот самый кусок общественного пирога, произведенного обществом, но вот средства производства в его руках, и вначале это было, конечно, воспринималось штыки, безнравственно, вы знаете, там всяческие были восстания, на момент вот этой революции, первой великой социальной революции, перехода к частной собственности, государству, перехода к праву, к наличию вот этих особых отрядов вооруженных людей, которых вот надо еще и кормить гадов, вот, они еще не производят, такая армия, вот мы должны их еще кормить, но когда это действительно армия, которая не только там нас внутри начинает притеснять, что называется, и следить за тем, чтобы мы отдавали десятину хозяину, барину, а она еще, у нее двойная функция, вот первые отряды вооруженных людей, значит, в случае столкновения с другим государством по территориальным претензиям, по каким-то имущественным претензиям с самого начала начались, когда это прибавка, вот, конечно, армия была нужна, вначале, кстати, она не была, была нерегулярная, вот были такие отряды, которые набирались в момент, вот, каждый мужчина, там, который мог держать в руках копье, там, потом щит и меч, вот он рекрутировался мгновенная армия, это не постоянная армия, так сказать, временная, да, но отряды такие вооруженных людей в промежутках между воинами все-таки существовали уже в Древнем Риме, кстати, в Древней Греции там было что-то подобное, вот в Древнем Риме, там в Риме уже и, в Древнем Риме уже и право появилось римское право такое уже гораздо более дифференцированное по ряду положений в отношении там экономических отношений отдельно, строки в Римском праве политически отдельно, понимаете, даже некоторые культурные отношения отдельно прописывались в праве, все стало регламентироваться правом, а что такое право? Ну вот суть права очень хорошо выразили Макс Энгис в манифесте коммунистической партии право, возведенное в закон воля господствующего класса, когда появляется господствующий класс, то есть имущий класс, который сосредоточил в своих руках уже достаточно крупную эту самую собственность на средства производства, вот тогда необходимо это все закрепить в соответствующих документах и каждому дать расписаться, если он может, а если не может, ну просто так сказать палец приложить вместо росписи, как это у нас было на Руси. Какой там крепостной крестьянин может расписаться? Один из тысячи мог расписаться из крепостных крестьян, даже непосредственно перед революцией, вот у нас сейчас говорят революция, ой-ой-ой, так у нас Россия-то была, народ-то на 80% безграмотен, вот какие-то, так и держали в этом самом черном теле, в невежестве, вот, у нас ведь до того было, что вначале даже священники многие в деревнях были безграмотны, и только молитвы так заучивали, и говорили, изусно, как фольклор какой-то своеобразный, тут можно было и переврать некоторые вероучения, а, собственно говоря, она мало страдает, если вы переврали, и так уже достаточно она обрадана, так что можно ее переврать, но, тем не менее, значит, переход к правовой регуляции отнюдь не устранил мораль, но вот тут-то начались столкновения между моралью и правом, до сих пор у нас эта поговорочка жива, хотя редко произносится, как мы будем судить по закону или по совести, по совести это вот по морали, но мораль-то тоже в классовом обществе приобретает классовый характер, то, что одному классу правящему вполне нравственно, я уже этого касался, а что там, свыше тысячи каких-то квартир, домов, у меня, значится, мои собственности, что-то плохого, ну, как я получил, какое ваше дело, у нас демократическое общество, то есть, он не терзается, если бы человек терзался, каждый вещь, но он не смог бы воровать, не смог бы никакие моральные, он побаивается правых каких-то установок, потому что нет, да попадается, кто не делится, да, у нас, тот попадается под эту самую пету права, но заметьте, даже попадаются такие, как там Ходорковский, например, да, крупнейший бизнесмен, миллиардер, да, вдруг в тюрьму угодил, ну, это, вы же понимаете, только демонстрация демократичности такой в праве, хотя демократия и государство вообще несовместимы, кстати, первое такое серьезное учение о морали, о праве, о регуляции отношений в государстве дал Платон, древнегреческий философ в четвертом веке до нашей эры, эры в работе государства или политика, и термин политика вот в этом специфическом значении он впервые там и употребляет, потому что до Платона было такое понятие полис, что такое полис, это город, государство, вот и все, да, кстати, перекличка с полисадом, с полисадником, вот отделил я там каким-то, вот это мое, вот, или это наше государство, вот, а вот Платон уже ввел понятие о политике, и в политике правовые нормы, правовые отношения он считает главными внутренней и внешней политики, конечно, внутреннее и внешнее право, он достаточно хорошо это все расписал и так много общего здесь нашел, а он и стремился, он говорил, что философия вообще это распознавание всеобщего в единичном, вечного в приходящем, вот он и нашел в отношении права и политики, но тут я должен вспомнить еще, говоря о морали и о праве, я должен вспомнить, конечно, учителя, знаменитого учителя Платона, это учитель, Сократ, приятный, с грамотными людьми, Сократ, так вот, Сократ, вот он как раз был из тех философов, которые занимались ни природой, ни космосом, вот слово космос, вы знаете, в Древней Греции это изобретено было, да, космос, это почти тождественное понимание природы, да, внешней природы, не только далекий космос, но все вместе, вот единое, да, вот, место обитания человека, так вот, Сократа не интересовали природные явления, он не тяготился мыслями о том, что есть первичный состав, вот, я вам напоминаю, первые древнегреческие нам известные философы, милецы из города Милет, они там все спорили, то вода начало всего, еще из воды, то, значит, воздух последний милец, то Гераклит говорил огонь начало всему, вот, Сократ, он не занимался этими вещами, они его не интересовали, а чем он занимался, вот его проблема морали, добра и зла больше всего интересовала, и здесь он, вот, не случайно мы его вспоминаем, так сказать, с уважением, не потому, что он там просто был как таковой, а вот он удивительные вещи открыл тогда в своем далеком четвертом веке до нашей эры, которые до сих пор актуальны, в отношении морали, представьте себе, вот нам все время преподносят до сих пор, вот я уже вспоминал эти знаменитые десять заповедей, да, как общечеловеческие какие-то нормы морали, вечные, неизбывные, которые вот тогда явились Моисеев на горе, куда сейчас возят туристов, но сейчас не водят уже там, Израиль закрыт, вот, ну, и вот с тех пор, значит, все это запомнили, и надо от этого отталкиваться, я напомню, что даже наш Сергеевич Копачев, не к ночи будет поменять, он как раз на этом построил новую философию, написал целую книгу, но и не только книгу, он, так сказать, все это проводил, философию в жизни, о приоритете общечеловеческих ценностей, на которые надо ориентироваться, по отношению к каким ценностям? Национальным и, конечно, классом, даже национальным, вот, надо попрать национальные ценности, вот, отказаться, одностороннее разоружение, например, во имя вот общечееческих ценностей, этих самых. Вот, вернусь к Сократу, Сократ это рассматривал в одном из, вот, интересно, Сократ был человек грамотный и достаточно образованный по тем временам, по слухам даже несколько языков знал, но почему-то не писал ничего, не записывал, даже грамотным своим рабам, у него рабы-то тоже были. Знаете, философствовать, если у тебя нет ни одного раба, было невозможно. Вот у знаменитого диогена Кинника и то один раб был, который эту бочку перекатывал, да, перекатывал, там, чистил, был, потому что если бы диоген этим занялся, его бы вообще-то не то, что за философа, за человека бы не считали, так его собакой называли, диоген Кинник, собачий сын, в будке, живет, исповедует эскетизм. Так вот, вернусь к Сократу. Значит, вот Сократ ничего не писал, но мы бы ничего не знали о нем, если бы не его ученик Платон, который в своих диалогах очень часто вводит Сократа в качестве собеседника или действующего основного лица. До сих пор, конечно, нам уже сейчас не восстановить. Тут что-то может придумано, может быть, Платон решил, знаете, прикрыться авторитетом Сократа и от его имени свои мысли там высказать. Но, судя по всему, вот анализ текстов, которые касаются именно Сократа, его высказываний, показывает, что нет, там достаточно стройное учение, которое, видимо, отдельно взятому одному человеку и принадлежит. И оно отличается от такого же учения, в частности, отношения морали и права учения Платона. Так вот, в одном из диалогов, вот, все работы Платона как диалоги написаны, даже вот эта работа государства, самая большая, очень толстая, работа такая, читать в диалоговом режиме, знаете, большие работы и очень тяжело, я вам скажу. Ну, я, как профи, я должен был прочесть все эти работы, естественно. Так вот, в одном из диалогов, кстати, его редко в учебных целях вообще не упоминают, я вот его нашел, и он так понравился, что вот я до сих пор его и рассказываю всем, в том числе и вам, хочу рассказать. Значит, о чем там речь идет в этом произведении Платона, но о Сократе. Сократ встречается, а ведь он, вот, опять же, свидетельству того же Платона, он занимался исключительно тем, он свободный человек был, и исключительно тем, что он ходил по улицам, там, хватал за руку очередного своего, там, товарища по философскому цеху, но все были философами, все свободные себя именовали философами, и затевал с ним какой-то разговор, диспут. Вот, Сократу принадлежит знаменитые выражения, в споре вырождается истина. Он считал, что, почему он так любит побеседовать, подебатировать с другим человеком, потому что он говорил, что я знаю, что я ничего не знаю, я ничего не знаю, но тот демон, который во мне сидит, дух какой-то, который покинет меня, когда я умру, почему он так с легкостью пошел на эту казнь, ему там и Платон, со связями был человек, Платон, царского рода, предлагал бежать из Афины, легко бы можно было это сделать. В общем, не так уж это все охранялось. Но Сократ говорит, нет, я на это не пойду, и он выпил чашу с ядом, с хорошим вином, с ядом, с икутом смешанным. Последние его слова по свидетельству того же Сократа, это апология, Платона, пардон, апология Сократа, работа Платона, где он подробно описывает вот эту процедуру, суда над Сократом и казни Сократа. И вот он с улыбкой выпил эту чашу, и последнего слова были таковые, надо выпустить птичку из клетки. А птичка – это вот демон, дух, который ему и подсказывал мудрые мысли. А когда он ему подсказывал? В момент спора с другим духом, с человеком. И вот бывают духи очень откровенные, о которых можно разговаривать, диспетя, а другие неоткровенные. Вот неоткровенный дух, значит, человек, говорит, ничего не знает. А откровенный дух, значит, он многое знает. Так вот, встречается Сократ с одним афинянином, и Сократ вызывает на спор следующими словами. Знаешь, говорит, вот я тут размышлял о том, вот, есть ли такие поступки, которые каждый, будь то грек, будь то перс, вы знаете, перс – это враги были, греков-то все время набеги испытывали, греки, на персов они тоже набегали. Так вот, значит, будь то грек, будь то перс, неважно кто, может, даже и филоп, признает добрыми поступками, а другие поступки любой признает злыми. Ну, собеседник Сократа говорит, ну, Сократ, ты уже седой, неужели это, ты такие детские вещи спрашиваешь меня такие вопросы-то, ребенок тебе скажет, не только я, он говорит, ну, скажи, конечно, бывают такие поступки, ну, например, скажи, допытываясь Сократ, он говорит, ну, что самое ценное для человека? Жизнь и здоровье. Значит, всякое действие направлено на то, чтобы поддержать жизнь и здоровье другого человека, это и есть добрый поступок. Вот, критерий морали-то, да, добра. Вот, это добрый поступок. Ну, конечно, самый злой поступок это убийство человека. Сократ притворяется, что он понял, что на него нашло, благодаря этому разговору, озарение. Он говорит, спасибо тебе, ты мне разъяснил, хотя очень недоумевает его собеседник, что такие детские вопросы, как-то странно. И уводит в сторону, это был его сократический прием, вот, во всяком диспуте. Он говорит, послушай, ты знаешь, я при встрече забыл выразить тебе соболезнование, ведь у тебя после вот этого последнего набега-то на Афины, в момент последнего набега на Афины персов жену убили, я тебе соболезную, хорошая женщина была, они же там большая деревня Афина были, друг друга знали. этот собеседник сокрушается и говорит, да, Сократ, вот так вот произошло. Он говорит, а где же ты был-то в это время, это же ночью произошло. Он говорит, да я же был у соседа, мы там немножко философствовали. и тут бегает окровавленный раб, раб хозяина тогда тоже, если он не перс, конечно, персов рабы не брали, бегает окровавленный раб и говорит, хозяин, ты тут философствуешь, а у нас там резня идет в доме, персы напали, у меня, говорит, дом-то рядом с городскими воротами, там они стражу вырезали и проникли в город. Но я со своим собеседником и субутыльником хватаюсь за мечи и вбегаю в мой дом и вижу страшную картину. В луже крови лежит моя зарубленная жена, а перс заносит меч над моим сыном. Сократ говорит, ой, ужасно, ну и что ты сделал с этим персом? Я его разрубил в мертвые клочки. Да, говорит, Сократ, послушай, а как ты считаешь, ты доброе дело сделал, что убил этого перса? Тогда собеседник говорит, ты что, издеваешься, что ли, Сократ? Конечно, доброе, я жалею, что я раньше этого не сделал, что она обоживала. Он говорит, ну ты же в начале нашей беседы говорил, что убить человека это всегда большое зло. собеседник недоумения. Ну, Сократ, это смотря, кого убить и когда убить. И вот этот один из главных принципов и заповедей «не убей» становится относительно конкретным в этом простом диалоге, разговоре Сократа с этим Афинянином. Он показывает, что не бывает общечеических ценностей для всех случаев и навсегда. Потому что иначе вы же понимаете, если убить это всегда зло, значит, армия это просто сборище убийств профессионалов. Чем больше убили, тем лучше. Я понимаю, что уже сроки прошли. Да, добродетель. Вот. Ну, вот товарищ Горбачев, он считал, что такие общечественные ценности существуют, надо отказаться от конкретных ценностей нации, ненациональности, по щеку нации, и тем более не говорить о классах. Такие моменты. Но вот оказывается, что даже в этом диалоге можно вычленить классовую составляющую вот этой морали, что для одного добро, для другого зло. Мы же не можем сказать, что для Перса и для его родных то, что его убили, это добро. Для собеседника Сократа это добро, доброе поступок. А для Перса и его родных поступок. Видите, уже. Но это не классовый, а еще момент. Но когда речь идет о отношениях внутри общества, а не между государствами, внутри государства, то тут очень даже релятивным становится понятие добра и зла. И этот классовый момент все время присутствует. Я уже об этом вначале говорил, что вполне себя оправдывают наши олигархи в своем действии. А что касается права, то оно конечно носит классовый характер. И вот мы сейчас с этими играми вокруг Конституции еще раз убедились, насколько это классовый характер носит. То есть классовая ориентированная норма права. Я в свое время написал такое учебное не учебное по сути по логике через год после принятия Конституции в 93 году Конституция была наспех принята для того, чтобы задним числом оправдать преступные деяния Бориса Николаевича Ельцина. За что его тогда Конституционный суд в углах с тем же Зорькиным, который сейчас возглавляет, это было в 93 году, но многие не знают, я все время это повторяю, отстранил Ельцина от президентства. Он де юра целый месяц и несколько дней не был президентом, но принятие Новой Конституции почему вот так торопились с принятием, она была очень противоречива. Так вот, я в работе, которую я опубликовал для студентов юридического факультета по логике, формальная логика с элементами математические, я Конституцию 93 года раздел, каким образом, что я показал внутреннюю логическую противоречивость между статьями, внутри статьи, я сейчас не буду раскрывать это, но вы же понимаете, когда закон вот такой, основной закон страны такой аморфный, а логичный, то трактовка уже, вы же понимаете, по воле судей, а судей, конечно, поддерживают действующую власть. Вот Зорькин сейчас поддержал изменения, почему? потому что по закону судей Конституционного суда, кто назначает, кто снимает, президент, попробую откажу, в этом, ну и возраст уже у Зорькина немножко не то стал, 93 год, нынешнее время тоже, да, старели мы тут, вот, не стал он таких, так вот, это, конечно, совершенно явно виден, классовый характер, всяких норм, тем более их трактовок, понимаете, вот, нормы, они противоречивые, могут толковаться, есть, вы знаете, многие тома трактовки, вот, основного закона и других законов, да, и там очень вольно вот, почитаешь, там, где удается как-то, люди-то пишут, не понимают, что ли, понимают, потом считаешься и видишь, что нет, не глупо, не глупо сделано все, так сказать, в пользу определенного, конечно, правящего класса, а не общественных низов, вот, но я вижу, что я тут сроки свои, так сказать, исчерпал и должен заканчивать, вот, потому что это не право, да, какое-то исключительное слово, какие-то вопросы, вот, видите, я так достаточно широкими мазками представил вам эти все взгляды на мораль, право и классовый характер этой морали, что, в общем-то, последнее особенно доказывать-то не надо, морали, конечно, право в особенности, потому что право прямо пишется под диктовку правящего класса, что называется, мораль, она как-то еще стихийно гуляет, очень неписанные законы морали, стихийно гуляет, вот, но, понимаете, подправляется, вот, тут еще я вспомню Маркса с Энгельсом, которые писали по этому поводу, что идеология господствующего класса становится господствующей идеологией, постепенно люди начинают, вот, им 10 раз по телевизору сказали одно и то же, на 11 раз они думают, что они сами всегда так вот и думают, вот, у них, собственно, мнения не было, то есть, постепенно, вот, да, ну что, правильно, правильно, я сколько раз участвовал в выборах, вы знаете, там, я кандидатом дважды был в законодательное собрание, муниципальные советы, ну, и все это проходило мимо, но я разговаривал, все-таки это было очень полезно, всегда, да, полезно, вот узнаешь наше население, чем дышит, да, вот я беседовал, прямо на улицах останавливал, беседовал, и вот слышал удивительные вещи, да, все, надо заканчивать, удивительные вещи, вот, когда народ, явно, ругая власть, тут же ее поддерживают, и даже словесно, я видел прямо на избирательных участках, как люди вполне голосуют за тех людей, за ту власть, вернее, да, не за людей даже, которые они, так сказать, вот, они употребляют мощную технику, ну, это, конечно, техника, техника, вот, ну, все, так что, спасибо за внимание, вопросов не поступило, письменно увидят, нет, и записи на уступление, нету, у меня есть, вот, вот, я прошу прощения, если не пришлось, сходите, я думаю, в лесах всех присутствующих можно поблагодарить, Владимира Федоровича, как всегда, интересно рассказывал, причем, отталкиваясь от древнегреческой философии, с подробностями, это всегда интересно и непознавательно, я бы хотел остановить на двух моментах, прежде всего, война и мир, сейчас нам внушают, что агрессия, воинственность и прочее, это в природе человека заложено, это всегда так было, всегда человек боролся за выживание, и поэтому это вполне естественно и нормально, хотя, опять же, обращаясь к работе Энгельса, о которой говорил Владимир Петрович, это не так, первобытный общенный строй, там не было причин для войны, это во-первых, во-вторых, племена были на удаленном расстоянии и редко контактировали друг с другом, потому что современных средств передвижения тогда не было, поэтому это как раз вводится специально для того, чтобы оправдать борьбу за передел, как мы знаем, по Ленину, за передел, то есть кассер влияния по капиталу, вводится, это нужно тоже было отметить, второй момент Владимир Петрович сказал, что у индейцев, человек, который украл, он считался больным, в принципе, такого не было, почему, потому что само по себе социализация и появление человека от животного, от человекообразного, какого-то предшественника, оно требовало определенных склад психических процессов, психологических, готовность, например, пожертвовать собой ради того, чтобы вид выжил, или племя выжило, потому что, если бы этого не было, племя, ну, вымирало, если бы были такие моменты, и складывалась определенная нервная деятельность, сознание на протяжении 95 тысяч лет. Эрик Фром написал книгу, «Имит ли быть», где он как раз рассматривал и говорил, что это свойство человека, которое выработано, и теперь он попадает в современный мир, ну, когда государство зарождается, где, в принципе, действует согласно идеологии господствующего класса, это как раз в противоречие вступает тому, что было на протяжении истории 95 тысяч лет, и нервная система не выдерживает эту нагрузку, реальность. Он становится, погружается в такую реальность, когда нервная система не готова к этой реальности. Отсюда много сумасшедших. Отсюда, например, если человек находится внизу, на него давит среда, какой здесь вариант? Либо борьба революционера, либо сознание вырабатывает религию для того, чтобы примириться с окружающим, либо человек сходит с ума, не выдерживая давления. Правящий, господствующий класс, человек, который живет в роскоши, то есть он тоже не может, а везде страдает. Это тоже ненормально. И его нервная система также не выдерживает, он также, так сказать, начинает болеть. Усходит с ума. Посмотрите на вот этих детей, современных миллиардеров. Это не люди, это какие-то, я не понимаю, что. Причем они, я не думаю, что они доживут до преклонных лет, что они, и наркотики, и эти дорогие машины, они что-то ездят, нарушают правила, как-то рискуют, драйв у них и прочее. Различные люди, которые ради того, чтобы сфотографироваться и много лайков, да, просматривать, начинают рисковать жизнью. Есть какие-то сообщества, которые подталкивают детей к самоубийству в виде игры. Вот это все как-то переплетается, это все нездоровое такое, да? Оно противоречит какому-то первоистоку. Человек не для этого выделялся из природы, чтобы вот так закончить. Поэтому для того, чтобы все встало на свои места, нужно вернуться, так сказать, на более развитые степени к коммунизму. Мы все вас отразиваем. Спасибо, это работа. Заключительность, Вова? Вот. Дополнение было, я сейчас сделаю еще дополнение к дополнению к вашему, да? Вот вы один момент, какие выходы, да? Вот с ума сходят, в церковь идет. Есть еще один вариант, в низах социальных, да? И в верхах тоже. Пойти на преступление, да? Совершить перераспределение несправедливое другим, тоже несправедливым, противоправным путем, да? Поэтому вот в лихие времена, вот сейчас нас опять предупреждает, что пошло преступно всякого рода мошенничество, оно на каждом шагу просто думаешь, вот когда тебя тут обманут, и насколько, вот, постоянно, да? Все время попадаешься даже на это дело. Так что вот еще преступность, и преступность сверху донизу. Ну и по этому поводу тоже можно сослаться и на Маркса. Знаменитая эта фраза у Маркса из первого тома «Капитала», правда, он там цитирует одного малоизвестного английского экономиста, ой, забыл, как его фамилия, настолько малоизвестность все время забываю, но неважно, но суть-то какова фраза, что если прибыль составляет 100%, предприниматель легко идет на всякие моральные издержки, мораль для него не существует, 100% прибыль, какая там мораль, красиво, некрасиво, прибыль. Если 200%, то предприниматель уже пойдет на легкие преступления, то есть мораль он уже перешагнул, теперь идет дальше, вот количество и качественные изменения, вот 200% количество новый скачок, уже и на преступление пойдет, если прибыль составляет 300%, то нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель даже под страхом смертной казни, то есть вот даже, ну у нас, знаете, смертная казнь пьянена, поэтому этого страха нет и легко идут, так сказать, предприниматели, потому что это уже не предприниматели, а преступники, самые настоящие, поэтому выход еще такой, передел преступный снизу и доверху, вот, какими путями, вот, одни там при помощи каких-то путей таких полулегальных, полулегальных, что ли, как сказано у великого немецкого поэта, у Шиллера в «Разбойниках», я вор, я рыцарь шайки той из всех времен наречий наций, что проповедует разбой под видом честных спекуляций, вот честные спекуляции у нас это законно, да, но вот, а другой не может этим, ну, значит, преступным путем буквально отъем пойдет у этого же, который нажился путем честных спекуляций, вот, такой, вору-вора, что называется, дубинку украл, и мы наблюдаем действительно всеобщую деморализацию общества, вот, как тут церквей не настроили в шаговой доступности, я тут говорил с одним батюшкой, который является помощником начальника академии, по работе с верующими, а в прошлом мой адъюнк кандидат технических наук, представляете, какое произошло изменение мировоззрения, поразительное, вот, я с ним говорил, слушайте, вот, как-то у вас получилось интересно, но он ушел от разговора о личной его судьбе, вот так, понимаете, вот, столько уже понастроили церквей у нас, уже больше, чем в царской России церквей приходится, да, смотрите, у нас в городе, это что, везде церквушки маленькие, большие, а нравственность-то падает, они поднимаются, знаешь, что происходит? самое главное город урода. Ну, это не самое главное, но эстетика, это, конечно, плохо, но главное, это то, что падает вот нравственность, о чем мы говорили, да, и что преступность, ничего, когда юные матери зарывают своих младенцев, только что родившихся в землю, сбрасывают с крыши, там, оставляют, вот, чудовищная история, вот тому назад произошла мать, тоже молодая, ушла, оставила свою девочку маленькую, годовалую, или меньше того, одну в течение недели, она гуляла, пьянствовала, а она умирала с голоду, но это уже чудовищное преступление, деградация, просто нравственная деградация, как, причем своей матери, бабушке этой девочки, она говорил, успокаивала по телефону, что дочка со мной, а своим подругам говорила дочка с матерью, а дочка в это время помирала, ну, это вот один, это у нас каждый день почти происходит, там, насилие, которое совершает там отцы над малолетними дочками, это просто тоже никак не укладывается в голову, нормальному, просто нормальному человеку, вот это вот аморализм, преступность, деградация общества, за счет чего, потому что главной целью капиталистического производства является что, наживо, прибыль любой ценой, если прям все остальное отметается, поэтому общество и сверху, и донизу отметает уже и нравственный принцип, вот, что у нас происходит, то есть, бытие, принадлежит сознание. К члену блестящую миссию. А мы встречаемся в следующий четверг, тема занятия создания первичных профсоюзных организаций, пути их расширения и развития. Занятие проведет Дмитрий Юрьевич Шилов, делегатор КРН. Это более конкретное. Да. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok